так я вас поставил докладчиком вы видите да 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 отлично давайте мы крупно хорошо на титульный бы еще хорошо если бы было написано кто делает доклад фамилия и группа ну обычно так принято можно начинать я сегодня хочу вам рассказать про процессы в операционных системах их виды и их состояние начну конечно с понятия процесса процесс это совокупность данных ядра системы необходимых для описания образа программы памяти и управление ее выполнением или же программа в стадии выполнения но не стоит путать процесс программы так как программа она может вызвать несколько процессов ну и чтобы лучше понять я дам определение и программы программа это статический объект представляющий собой файл или совокупность файлов с кодами и данными для того чтобы программа могла быть запущена на наполнение операционная система должна создать окружение или среду выполнения задачи включающую возможность доступа к различным системным ресурсам куда относятся ресурсы памяти возможность доступа к устройствам ввода вывода и так далее именно эта среда выполнения задачи и получила название процесса далее про виды процессов условно можно разделить процесс на три вида это системные фоновые или их еще называют демоны и прикладные или же пользовательские системные процессы являются частью ядра операционной системы и всегда расположены в оперативной памяти выполняемые инструкции и данные этих процессов находятся в ядре системы и поэтому они могут вызвать функции и обращаться к данным недоступным для остальных процессов например это ну диспетчер страничного замещения или диспетчер памяти ядра и другие фоновые процессы или демоны это не интерактивные процессы которые обычно запускаются при инициализации ядра точнее при инициализации системы но после инициализации ядра и обеспечивают работу различных подсистем например это системы терминального доступа системы печати системы сетевого доступа и другие демоны не связаны с пользовательскими сеансами работы и не могут непосредственно управляться пользователя и наконец прикладные процессы как правило порождаются в рамках пользовательского сеанса они могут выполняться как в интерактивном так и в клоновом режиме теперь про состояние процессов ну это такой рисуночек семей состояний процессов о которых я далее расскажу количество состояний процесса зависит от операционной системы например для windows это 7 состояний а для unix это 9 я же расскажу про 7 основных состояний но на примере есть система units первое состояние это процесс выполняется в режиме задачи при этом процессом процессором выполняются прикладные инструкции данного процесса второе состояние процесс выполняется в режиме ядра при этом процессором выполняются системные инструкции ядра операционной системы от имени процесса. Третье – это процесс не выполняется, но готов к запуску. Как только планировщик выберет его, это состояние run-nable еще называется. Процесс находится в очереди на выполнении и обладает всеми необходимыми ему ресурсами, кроме вычислительных. Четвертое состояние – это процесс находится в состоянии сна, или sleep, ожидая недоступного в данный момент ресурса, например, завершения операции ввода-вывода. Пятое – процесс возвращается из режима ядра в режим задачи, но ядро прерывает его и производит переключение контекста для запуска более высокоприоритетного процесса. Шестое состояние – процесс только что создан вызовом fork2 и находится в переходном состоянии. Он существует, но не готов к запуску и не находится в состоянии сна. И, наконец, седьмое – процесс выполнил системный вызов exit2 и перешел в состояние зомби. Как такового процесса не существует, но остаются записи, содержащие код возврата и временную статистику его выполнения, доступную для родительского процесса. Это состояние является конечным в жизненном цикле процесса. Но стоит уточнить, что не все процессы проходят, все семь состояний. Как правило, процесс просто рождается, готов к выполнению, исполняется и закончил исполнение. И, наконец, итоги. В итоге хочу еще раз уточнить, что процесс – это совокупность данных ядра системы, необходимых для описания образа программы в памяти и управления ее выполнением. Что процессы бывают системные, фоновые и прикладные. И что процесс может находиться в разных состояниях, переход в которые зависит от событий, происходящих в системе. Это все. Спасибо. Очень хорошо. Есть ли вопросы? У меня небольшое замечание. Когда указывается страница такая-то из тальки, используется слэш, а не бэкслэш. Это, наверное, влияние мира Windows на вас. Очень хорошо. Мне понравилось. Смирнов Артем Александрович. Есть такой у нас? Да, здравствуйте. Я здесь. Да, сейчас я вас подключу. Сейчас. Пожалуйста, опять мультики. Итак, я вас подключил. Вы выступающий. Давайте. Шарки доступ. Так видно, да? Пока еще не видно, пока черный экран. Так, вы в приложении делаете или в браузере? Да, нет, я в браузере делаю. Нет, давайте переключим приложение, устанавливайте. А вот в приложении установить? Да, потому что ситуация следующая у них. Из-за веб-браузера и в приложении немного разные кодеки. И Microsoft для того, чтобы снизить нагрузку на сеть, а раньше можно было и так, и так работать, невозможно, если вы работаете в приложении, то смотреть то, что в браузере и наоборот. То есть, вот такая проблема. То есть, обязательно нужно приложение. Давайте мы переключим на другого человека, а вы поставьте приложение. Это Болтаева Галина Николаевна. Есть? Да, есть. Да. Так, я поставил вас. Давайте попробуйте. Так видно? Так, все видно, да. Давайте. Так, всем добрый день. Сейчас бы хотел представить ваше внимание свой доклад на тему понятия процесса, виды процесса и его состояния в операционных системах. Плава его доклада стоит в следующем. Для начала мы определимся, что такое процесс, рассмотрим его виды и состояние. Вообще, термин «процесс» впервые был применен в 60-х годах разработчиками одной из первых операционных систем и с тех пор широко используется, так как это понятие является фундаментальным для изучения работы операционных систем. Есть много определений этого термина, в том числе процессы-то выполняющиеся программы, экземпляр программы, выполняющиеся на компьютере, либо же объект, который можно идентифицировать и выполнять на процессоре, либо единица активности, которую можно охарактеризовать единицей в почке последовательных действий, текущей стоянием и связанной с ней набором системных ресурсов. Виды процессов. По отношению к пользователю процесс может быть интерактивным. Интерактивным называются процессы, которые запускаются пользователем, и те процессы, в работе которых принимает участие пользователь. Либо фоновым. Фоновыми называются процессы, выполняемые независимо от пользователя. По умолчанию программы и команды выполняются как интерактивные процессы, и для запуска процесса в фоновом режиме обычно указывается апперсант после команды. Процесс может запускаться из ядра операционной системы, либо из файла. В Unix-системах существует три вида. Процессов, отличающихся привилегиями, режимом исполнения и наличием порождающих объектов в файловой системе. Это системные процессы. Они не имеют собственных исполнения файлов и запускаются из еда операционной системы. Эти процессы стратуют при загрузке операционной системы и выполняются в течение всего сеанса работы. Они запускаются от имени операционной системы и обладают соответствующими правами. Эти процессы никак не общаются с пользователем и он может их обнаружить только просматривая список процессов. Соответственно, пользователь, если не является администратором системы, не имеет права распоряжаться этими процессами, посылаем и сигналы. Также здесь хочется упомянуть, что есть один процесс, который по своей сути является системным, но запускается не из ядра, а из отдельного исполняемого файла с именем init. Этот процесс является прародителем всех остальных процессов. Также есть демоны. Это процессы, которые также не общаются с пользователем напрямую и не могут управляться им. Они выполняются в фоновом режиме и отвечают за предоставления сервисов, такие как печать, доступ к своим ресурсам и прочее. Но каждому демону все равно соответствует исполняемый файл, который обычно запускается автоматически при загрузке системы. И, наконец, пользовательские процессы. Они запускаются из исполняемого файла самим пользователем. Они могут выполняться в интерактивном или фоновом режиме, в зависимости от того, как их выберет пользователь. И обычно они ограничены продолжительностью сеанса работы самого пользователя. Эти процессы наследует интерфикатор пользователя и, как правило, имеют соответствующие права на доступ к объектам. Самый важный пользовательский процесс – это команды-интерпретатор, обеспечивающие диалоговый режим с пользователем. Система сама изолирует пользовательские процессы друг от друга от системных процессов и от демонов. Каждый процесс выполняет в своем виртуальном адресном пространстве и других процессов не виден. Состояние процессов. Для процессов характерен ряд дискретных состояний, причем смену этих состояний могут вызывать различные события. Для начала мы рассмотрим три основных состояний процесса. Это когда процесс находится в состоянии исполнения, если в данный момент ему выделен центральный процессор. Процесс находится в состоянии готовности, если он мог бы сразу использовать центральный процессор, приставленное его распоряжение. Либо же процесс находится в состоянии блокировки или ожидания, если он ожидает от некоторого события, чтобы получить возможность продолжать выполнение. По поводу схемы. Всякий новый процесс, появляющийся в системе, попадает сначала в состояние готовности. Операционная система, пользуясь каким-либо алгоритмом, планированием выбирает один из готовых процессов и переводит его в состояние исполнения. Выйти из состояния исполнения процесс может по трем причинам. Либо операционная система прекращает его деятельность, он уходит на выход, он не может продолжать свою работу, пока не придут некоторые события, и тогда система отправляет его в состояние ожидания. Либо же в результате возникновения прерывания в источнике системе его вновь возвращает в состояние готовности. Из состояния ожидания процесс попадает в состояние готовности после того, как ожидаемое событие произошло, и он снова может быть выбран для исполнения. Эта модель хорошо описывает поведение процессов во время их существования, но она не акцентирует внимание на появление процесса стим, и его исчезновения. Для этого мы должны ввести еще два события, такие как рождение и закончил исполнение. Теперь для появления в решительной системе процесс должен пройти через состояние рождения. При рождении процесс получает в свое распоряжение адресное пространство, в которое загружается программный код процесса. Родившийся процесс переводит в состояние готовность. При завершении своей деятельности процесс в состоянии исполнения попадает в состояние, закончил исполнение. В конкретных операционных системах процессы могут быть еще более детализированы. Так, например, модель состояния процессов для системы Windows NT содержит 7 различных состояний, а для операционной системы Unix – 9. Тем не менее, так или иначе, все операционные системы подчиняются изложенной выше модели. Процесс в операционной системе Linux может находиться в одном из следующих состояний. R – ранинг – процесс исполняется, либо ожидает в своей очереди непрерываемый сон. Процесс ожидает определенного события прерываемый сон. Если процесс ожидает определенного события, либо сигнала остановка – процесс приостановлен, например, отладчиком, либо же зомби – процесс уже завершился, но еще не передал родительскому процессу свой код возврата. В заключении я хотел бы выделить главные моменты. Программа или команда, фактически выполняемая на компьютере, называется процессом. Процессы делятся на интерактивные и фоновые. И тресное состояние процесса – это выполнение, готовность, блокировка, ожидание. Все. Большое спасибо. А что вы можете сказать про нити? Как нити соотносятся с процессами? Можете что-нибудь сказать по этому поводу? Нет, к сожалению, даже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, что нити. Хорошо. Спасибо большое. Я вас отключаю. Из докладчиков. Значит, давайте Волкова заслушаем. Есть у нас Волкова. Да. Давайте я вас подключу, Волков. Только я сразу предпочитаю. Если я вдруг пропаду, скажите сразу, потому что стабильная. Хорошо. Так, секунду. Так, давайте посмотрим. Я найду где-то. Делать поделиться. Да. Да. И десктоп шарки. Да. Да. Ну, пока еще. Десктоп пошел, да. Давайте на весь экран и... Сейчас, начинать? Да, можете начинать, да. На весь экран разворачивайтесь сначала. Давайте с первой страницы. Хорошо. В этой презентации я раскрою тему концепции физической области и ее используем для синхронизации процесса. Впрочем, сначала немножко стоит понять, что в принципе такое... Она у вас не развертывается, на весь экран почему-то. Вы десктоп шарики или презентацию? Секунду-то. Сейчас. Наверное, презентация, видимо. Не-не, презентация криво работает, к сожалению. Надо десктоп шарики, надо в стопе запускать презентацию. Хорошо. Сейчас, нормально? Сейчас посмотрим. Да, вот так вот, да. Хорошо. Хорошо. Начало. В этой теме я обсужу концепцию критической области и ее используем для синхронизации процесса. Но для начала стоит понять, в принципе, что такое ядра и, в принципе, как они связаны с процессором. Сам процессор — это главный учительный механизм самого компьютера и имеет в составе себя некоторые ядра. Но что из себя представляют ядра? Сами ядра могут запускать, могут... Когда работает компьютер, в нем может одновременно выполняться некоторый поток команд. Количество потоков команд является количество ядер в вашем компьютере. Но также не стоит путать, в принципе, обычные потоки и обычные команды. Ведь одно ядро может запускать сразу несколько потоков так называемыми нитями и трейдами. Я дальше буду называть потоки и процессы одним словом, чтобы никто не пытался. Можно сказать, несколько потоков. Ну, собственно, их может быть огромное множество, но потоков команд — единственное число, ограничиваем количество ядер. Следующее, в принципе, что делают ядра. Сами ядра как раз-таки порождают эти потоки команд. И, в принципе, когда что-то выполняется в компьютере, у нас может возникнуть ощущение того, что все выполняется одновременно, никакой последовательности, а именно одновременно, в одно и то же время. Но, на самом деле, это немного ошибочное мнение. Некоторые процессы действительно выполняются параллельно, но эти процессы ограничены количеством ядер, как я как раз-таки уже сказал об этом. Сами процессы выполняются последовательно и по частям, и очень быстро самое главное. В ходе таких вот переключений между процессами, которые выполняются очень быстро, могут возникнуть проблемы, как гонка за ресурсы. Далее я объясню, что это такое. Но, для начала, стоит понять, что такое критическая область. Критическая область – это область программного кода, который выполняет запросы к общим ресурсам в оперативную память, например. Чтобы не возникло никаких проблем с синхронизацией процессов, весь код в этом блоке должен выполняться атомарно. Что значит атомарно? Атомарно значит неразрывно сразу за одну операцию, чтобы другие процессы не могли получить доступ к ресурсам, которые выполняются атомарно. Сейчас я на примере объясню, что это такое. В первом примере, где я написал «не атомарно», мы видим, что два потока запрашивают в одну критическую область, выполняют один и тот же программный код, который общается с какими-то данными. У нас могут возникнуть некоторые проблемы, на них я расскажу на следующем слайде. Но пока что мы можем заметить, что два потока одновременно общаются с одной критической секцией. Что значит атомарно? Это значит, что один поток заходит в критическую секцию, но второй поток, так как в критическую секцию вход уже произведен, не может этого сделать. Из этого у нас получается, что никаких проблем с синхронизацией нет, и все данные получаются нормальными сковереждениями. Чтобы было больше понятно, я побеждю вам это на обычном примере, хоть немного придумано, но все же будет гораздо понятнее. Представим, что у нас есть комната, в которой есть ноутбук. В данном случае у нас есть два человека. В данном случае два человека – это потоки. Компьютер – это общий ресурс, сам ноутбук. И комната – это критическая область. Это два самая секция. Предположим, у нас стоит ноутбук на ноутбуке, и у человека есть три операции. Это включить ноутбук, работать на ноутбуке и выключить ноутбук. Предположим, что человек заходит в комнату, садится за ноутбук. Он был выключен. Он включает его, начинает работать. Работает в нем некоторое время. Далее заходит второй человек, садится за этот же ноутбук. Ну, конечно, в реальности такое невозможно, но давайте мы уже обстрагиваемся и представим такое. Садится за этот же ноутбук, начинает в нем работать. Первый процесс уже закончил работу с этим ноутбуком и выключает его. И что у нас в итоге получается? Что второй человек с садится на ноутбук должен в нем работать, но он по факту выключен и работать в нем не может. Это называется проблема лонки за ресурсы, когда потоки, в общем-то, взаимодействуют с ресурсом, кто быстрее. Как эту проблему можно решить? Для решения этой проблемы именно в критической области нужно как раз-таки запретить одному потоку заходить в другой, когда в нем уже кто-то находится. Эту проблему можно исправить одним из методов синхронизации – тест-инсет. Сайт проверить, установить. В чем заключается суть данного метода? Когда наш поток заходит в комнату, то самое действительное ноутбук, он вешает на нее замок. Тем самым первый, второй поток уже не может в нее зайти, потому что в ней висит замок. Программно сам поток крутится в цикле и пытается зайти, каждый раз сделая проверку, но не может. Когда первый поток выходит из комнаты, он снимает замок, и второй поток заходит и начинает уже работать с самим методом непосредственно. Также хочется заметить, что такой механизм синхронизации процессов невозможно полностью реализовать программно, потому что уже сам процессор представляет некоторые механизмы, а именно аппаратные, как блокировка шины для того, чтобы процессы не могли одновременно повесить ключ и одновременно зайти в комнату. Также эту проблему можно решить другим способом, с безблокировочным алгоритмом. Для этого нам в цикле нужно будет выполнять тот самый код из критической области, и уже никакие замки мы вешать не будем. Код будет все время выполняться, и, так скажем, в конце выполнения программного кода мы будем проверять корректность данных. Если данные некорректны, мы выполняем цикл еще раз. То есть, соответственно, если они некорректны, значит какой-то другой поток захватил доступ и изменил данные. Ну, тот поток, у которого не получилось, данные стали некорректны, мы берем новые данные и обрабатываем уже их, и так пока не получим нужный результат. Ну, хотелось бы подпустить вывод. В целом, озвучить сразу все аспекты синхронизации процессов невозможно, работать с критической областью тоже, но в целом понимание самой сути проблемы, самой концепции критической области и ее используя в синхронизации процессов поможет нам решить основные проблемы, которые могут возникнуть при программировании и, в принципе, для понимания самой сути. Все. Большое спасибо. Так при многопроцессном подходе используются чистые процессы или нити? Ну, я в данном случае назвал процессы и потоки одним словом, чтобы никого не попадать. Но в целом процессы могут порождать потоки, если мы уже говорим не точно. Ну, а что при программировании используется? Вот если вы хотите написать многопроцессорное приложение, вы будете использовать процессы или будете использовать нити? Это же все-таки разные вещи. Я буду использовать потоки нити. Нити, да. Хорошо. А почему? Ну, потому что процесс сам по себе порождает эти потоки. Ну, то есть наша программа может иметь несколько блоков кода, которые работают с каким-то ресурсом. Ну, не совсем. Потому что, во-первых, библиотеки разработаны под нити, потому что на Windows, для которых это начинали писать в свое время, тяжелые процессы, и они не могут нормально работать, много процессов порождаться. Во-вторых, потому что сам процесс, который породил нити, знает о них больше, чем планировщик. Для планировщика они все одинаковые, а процесс может какую-то дополнительную семантику им прописать и дополнительное управление. В принципе, первое, это самое основное, то, что просто написано куча для работы именно с нитями, а не с процессами, поэтому так и управляется. Ну, так, Легаси. Ну, спасибо, очень интересно, очень хорошо. Смирнов уже сделал? Да, конечно. Да, давайте, подключайтесь. Мне весь экран или можно просто... Да, щарки весят кран, потому что презентации там проблемно. Идет? Да, 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 да. Давайте на весь экран. Очень хорошо. Обзор алгоритмов планирования Windows. Так, сейчас. В этой презентации я расскажу про алгоритмы планирования, про кванты в самой операционной системе Windows, приоритеты для потоков и сами алгоритмы планирования Windows. Алгоритмы планирования делятся на три части. Они могут быть вытесняющими и не вытесняющими, алгоритмами с квантованием или алгоритмами с приоритетами. Вытесняющие алгоритмы. Они предполагают, что операционная система в любой момент может снять поток с выполнения и начать выполнять новый поток. В Windows используются именно вытесняющие алгоритмы, не вытесняющие. Алгоритмы с квантованием. Эти алгоритмы подразумевают, что каждому потоку выделяется свой квант времени, по истечению которого поток перестает выполняться и ставится в очередь. Либо же он опять начнет выполняться, ему будет даваться новый квант, но об этом попозже. Также есть еще алгоритмы с приоритетами. Каждый поток имеет свой приоритет, равный целому числу. Операционная система первым выполнит поток с наибольшим приоритетом. В Windows реализовано смешанное алгоритм планирования, который включает все эти три алгоритма. Кванты в операционной системе Windows делятся на короткие и длинные. В пользовательских версиях Windows по умолчанию стоят короткие кванты, потому что они помогают улучшить отзывчивость системы, что как раз полезно для пользователя. Но они ухудшают время исполнения программы и ухудшают производительность системы, потому что некоторые потоки не успевают завершиться за время этих коротких квантов, что создает дополнительные накладные расходы. Длинные же кванты используются в сервисных версиях Windows, потому что там не важна отзывчивость, там важна производительность системы. Сами приоритеты. В Windows существует 32 типа приоритетов, от 0 до 31. Они делятся на приоритеты реального времени, это наиболее приоритетные динамические приоритеты, которые могут меняться в зависимости от требований операционной системы и выполнения этих потоков. И системный приоритет. Потоки всегда хранят два значения приоритета – базовый и текущий. При создании потока базовый приоритет принимается равным базовому приоритету именно процесса владельца, потому что потоки – это как раз часть процесса, процессы делятся на потоки. Текущий же меняется в ходе выполнения потока процессором. Как в итоге работает алгоритм планирования Windows? Алгоритм планирования можно разделить на пять частей. Первый из них – это выбор потока на выполнение. Операционная система выбирает на выполнение поток из очереди готовых на выполнение потоков. Первым на выполнение идет поток с наивысшим приоритетом, которому предоставляется квант времени – алгоритм с приоритетом и квантованием. Вторая часть – это этот поток может как завершиться, но также может встать в состояние ожидания. Выполняющий поток может вызвать функцию ожидания. Тогда функция переходит в режим ожидания с потерей одного кванта времени и опять запускает выбор потока на выполнение. Либо этот поток может вытесниться другим потоком с большим приоритетом. Во время выполнения такое происходит по следующим причинам. Поток с большим приоритетом завершил ожидание, либо приоритет потока в очереди готовности динамически увеличился, либо в системе создан поток с большим приоритетом. При вытеснении потока его квант сохраняется при нем. Также еще может произойти завершение кванта времени. Если квант времени истекает и поток не выполнен, то операционная система проверяет, есть ли потоки с таким же приоритетом, либо более. Если их нет, то ему дается новый квант времени, и он опять начинает выполняться. Но если бы не было динамического повышения приоритета, в принципе алгоритмы планирования не работали бы, и потоки с маленьким приоритетом никогда бы не выполнялись, потому что очередь всегда бы занимали потоки с большим приоритетом. Поэтому в Windows существует еще и во всех операционных системах существует динамическое повышение приоритета. Таким образом, сам процессор, сама операционная система решает, когда определенному потоку повысить его приоритет и начать его исполнение. Вот, все. Большое спасибо. Есть ли вопросы к выступающему? Скажите, пожалуйста, чем организация управления процессами Windows отличается от управления процессами, скажем, в Unix принципиально? Я, если честно, не знаю их различий, я просто про Windows сделал. Я не знаю, как организован алгоритм планирования в Unix. Ну, в Unix там, во-первых, не один алгоритм планирования, а несколько. При этом они могут переключаться между собой. Естественно, они должны быть закомпелены в ядро. В Windows на данный момент переключать их невозможно. Есть разные сборки с разными алгоритмами планирования. Хорошо, хорошо доложились. Давайте следующий. Чипчик, Кипчикбаев есть? Нет таких изменений. Я удалил свой выбор. А вы перенесли на... Сейчас я помечу, что вы перенесли на другую лекцию. Да, сейчас я просто помечу. Значит, Венчиков Никита Юрьевич. Да, здравствуйте. Да, давайте я вас поставлю выступающим. Да, хорошо. Моя тема, так же, как у прошлого, выступающий. Значит, замечание небольшое, когда пишутся заголовки, названия. То точка не ставится в конце. А, хорошо. Происходит, что поток, которому предоставлен процессор, сам решает, когда передать управление и управление операционной системе. Алгоритм с квантованием – это когда каждому потоку предоставляется квант времени, в течение которого поток может выполняться на процессоре. Но по течение кванта операционной системы переключается процессор на другой поток в очереди. Но квант обычно равен целому числу интервала системного таймера. Алгоритм с приоритетами – это когда каждому потоку назначается приоритет. Целое число, обозначающее степень ревелегированности потока. В Windows – это, если я не ошибаюсь, 32 приоритета. Отморально до 31. А в Windows реализован смешанный поток алгоритм планирования. Это вытесняющий на основе квантования и приоритетов. Состояние потоков. Средственно состояние потока – это когда поток готов к выполнению, в свою очередь, где заменить процессор. Это идет самовыполнение поток выполняется на процессоре. И ожидание, когда поток не может выполняться, поскольку ждет наступление некоторого события. Но это также существуют другие состояния потока – это инициализация, завершение, состояние простое, переходное состояние. Так, вот приоритете, как раз имеется 32 уровня приоритета, 0,21. Первый, нулевой, это как раз системный уровень потока обновления страниц, единственный в системе. А потом это идет динамические потоки – это 15 варьемых уровней. И 16 в последних – это потоки реального времени. Так. Также динамические потоки могут становиться потоками реального времени, но не наоборот. Вот процесс планирования потоков. Как я это выбрал? Потока на выполнение. Ну, просматривается очередь готовых к выполнению потоков. И когда операционная система просматривает полностью потоки, она выбирает поток с наибольшим приоритетом. И начинается его выполнение. Так. Переход в выполняющийся поток в состоянии ожидания. Выполняющийся поток вызывает одну из функций ожиданий и освобождает процессор. И еще его квант времени еще не истек. И поэтому его и сохраняется, и он сохраняется за потоком. Но когда при выходе в состоянии ожидания, уменьшается на единицу квант времени. Так. Как детство течение потока с большим приоритетом? Если бы у нас все время выполняли потоки с наибольшим приоритетом, то потоки с наименьшим приоритетом никогда бы не выполнялись операционной системой. Для этого сделана такая небольшая хитрость. Как раз во время выполнения потока может быть вытеснен при появлении потока с большим приоритетом. Такая ситуация может возникнуть по следующим причинам. Поток с большим приоритетом завершил ожидания. Приоритет потока в очереди к готовности динамически увеличился. То есть стал больше приоритета потока, который сейчас состоит в ожидании. В системе создан поток с большим приоритетом. Завершение кванта времени идет. Когда квант времени, предоставленный потоку, истекает, операционная система проверяет, есть ли в очереди потоки большего приоритета или с таким же приоритетом. Если есть поток, то поток помещается в конец соответствующей очереди. И новый поток выбирается на выполнение. Если такие потоки отсутствуют, то поток, который стоит еще в ожидании, дается еще новый квант времени, и он выполняется повторно. Windows реализован смешанный поток алгоритмов планирования, втесняющийся на основе квантования и приоритетов. И еще хотелось бы сказать, как происходит динамическое повышение приоритета. И оттого раз возникает событие диспетчера, и да, как возможно, изменения. Завершается операция, вводы и выводы. Присходит событие пользовательского интерфейса. Поток слишком долго ожидает ресурс. Поток слишком долго ожидает, в свою очередь, на выполнение. Большое спасибо, большое спасибо, очень хорошо. Давайте перейдем к следующему. Книжков Геннадий Вячеславович. Да, здесь. Сейчас я вас выберу. Так. Спасибо, давайте. Так, у меня какая-то шок, дача попозже. Так, давайте мы тогда следующий. Алхимова Дарья Сергеевна. Да, я здесь. Давайте я вас подключу. Сейчас мне нужно разрешить в системных настройках. Да, хорошо. Хорошо. Продолжение следует... Так, сейчас видно? Так, сюда пошло. Секундочку. Так. Так. Да, хорошо. Презентации истории синхронизации процессов. На этом слайде можете увидеть основные моменты, которые я освещу в собственной презентации. Начнем с сути и определения. Сама по себе синхронизация процессов подразумевает поддержание такого протекания этих процессов, чтобы этапы выполнялись в определенном порядке или в одно и то же время. Очень сложно без грамотного обеспечения процесса синхронизации организовать взаимодействие параллельно выполняющихся процессов. И чтобы организовать эту самую синхронизацию, используют различные средства межпроцессного взаимодействия. Основные из них — это сигналы, каналы, семафоры, бьютексы и совместно используемая память. Сейчас я постараюсь более подробно и в то же время кратко рассказать о каждом из средств. Первые — сигналы. Я думаю, всем известно, что сигнал — это некий импульс, который передает информацию. Он может быть отправлен не только самой операционной системой, но и процессом, одним процессом, другому процессу. И когда процесс получает какой-либо сигнал, исполнение его приостанавливается и запускается специальная программа, называющаяся «Обработчик сигнала». Что касаемо характеристик сигнала, то единственная его характеристика — это номер, который выражается целым числом. На слайде схема передачи сигнала от одного процесса другому. То есть один процесс помещает данные в специальный резервуар памяти компьютера, затем направляет сигнал другому процессу. Этот процесс в свое время проверяет сначала те данные, которые ему посылаются, и только потом начинает с ними работать. Следующее средство — канал. Ну, канал — это именно то, почему передаются сигналы. Они классифицируются на четыре основных вида. Рассмотрим каждый из них по порядку. Неименованный канал представляет собой некую сущность, которую можно использовать для помещения, кратковременного хранения и извлечения данных. Чтобы организовать действия с данными, существует два файлового дескриптора. Один для записи информации, и второй для чтения. Основное отличие канала от файла заключается в том, что к неименованному каналу нельзя обратиться по имени. Доступ к нему получить таким способом нельзя. И единственный вариант сделать это — использовать эти самые файловые дескрипторы, которые ассоциированы с этим каналом. Кроме того, для существования канала необходим процесс, который его создает. И вне процесса канал существовать не может. Далее, именованные каналы. Они имеют более расширенную область применения именно благодаря именам. Поэтому к ним может подключиться любой процесс в любое время, в том числе и после создания канала. Изначально любой канал передачи цифровой информации одном направленный. То есть передача информации происходит от источника к адресату. Но в основном всегда существует обратный канал для служебных целей. И в тот момент, когда этот обратный канал начинает как-то взаимодействовать с источником, передает ему информацию, канал становится двунаправленным. Следующее средство межпроцессного взаимодействия – семафор. Семафор – это примитивное средство взаимодействия. Он основан на использовании счетчика, над которым производится всего две атомарные операции. Либо увеличение этого счетчика на единицу, либо уменьшение. Ну и логично, что при нулевом значении счетчика операция уменьшения является блокирующей и приостанавливает исполнение процесса. Я постаралась просто передать схему работы с семафором. Допустим, существует несколько потоков, которые встают в очередь и пока не исполняются ни в одном ядре процессора. Семафор не позволяет этим потокам исполняться, пока не поступит соответствующая команда и не опускает блок, чтобы потоки смогли войти в процесс. В тот момент, когда семафор получает команду сигнал, он отпускает один из потоков из очереди. Не обязательно, что это будет первый поток, который запросил команду допуска. Да, и потоки встают в очередь с помощью операции wait. Далее, мьютексы. Мьютекс отличается от семафора лишь тем, что перевести в отмеченное состояние может его исключительно тот процесс, который им владеет. Мьютексы представляют собой простейшие двоичные семафоры, которые могут находиться в одном из двух состояний, отмеченном или неотмеченном, открытым и закрытым для процессов, соответственно. Задача мьютекса заключается в защите объекта от внедрения в него сторонних потоков, отличных от владеющего. И в любой момент времени только единственный поток может владеть мьютексом, процессом, защищенным мьютексом. Если какой-то другой поток захочет в этот момент получить доступ к объекту, то он будет заблокирован до тех пор, пока мьютекс не освободится. Заключительным из основных средств межпроцессного взаимодействия считается совместно используемая память. Это специальный диапазон адресов, создаваемых для одного процесса и включаемых в адресное пространство этого процесса. Также другой процесс может прибавить тот самый сегмент совместно используемой памяти к своему адресному пространству. И если один процесс записывает информацию в совместно используемую память, изменения сразу же становятся заметными и другому процессу, имеющему доступ к этому диапазон адресов. Я постаралась максимально понятно изобразить, как работает совместно используемая память. Стрелочками показаны отображения логических адресных пространств каждого процесса на доступную физическую память. Перейдем дальше. Понятно, что к созданию синхронизации предшествовал ряд причин. Людям необходимо было упростить и ускорить процесс решения различных задач. И перечислю некоторые предпосылки. Первая предпосылка считается ветвением. Наверное, всем знакомый способ решения задач. Используя его, исполнитель разбивает основную задачу на некоторое число подзадач и решает их одну за другой, пока не будут решены все. Безусловно, это очень увеличивает время решения. Второй тип задачи, подтолкнувшая человека к разработке синхронизации процессов, это производитель-потребитель. Когда процесс-потребитель зависим от действия процесса производителя и должен ожидать, пока тот не выполнит определенные действия и не позволит процессу-потребителю продолжить исполнение. Заключительная предпосылка – необходимость использовать эксклюзивные ресурсы. Если несколько процессов требует получить доступ к некоторому ресурсу одновременно, то происходит некая борьба за этот ресурс, что, безусловно, не очень хорошо для исполнения различных программ. И синхронизация могла значительно упростить исполнение данных задач из различных отраслей жизнедеятельности. Как и у любого другого процесса, у синхронизации есть свои трудности. Рассмотрим некоторые из них. Самое популярное – это гонка за критическую секцию. Синхронизация процессов подразумевает гарантирование того, что несколько параллельных процессов или потоков не смогут в одно и то же время выполнить критическую секцию, часть программ, в которой осуществляется доступ к разделяемым данным. Процессы могут получить доступ к критической секции с помощью методов синхронизации в момент, когда один из потоков приступает к выполнению критических секций, остальные должны ждать, пока первый поток не завершит данный процесс. И если синхронизация применяется неправильно, то может возникнуть то состояние гонки, в котором значения переменных изменяются непредсказуемо в зависимости от времени переключения процессов и потоков. Чтобы исключить эффект гонок по отношению к ресурсам, необходимо обеспечить, чтобы в любой временной момент в критической секции, связанной с этим ресурсом, находился максимум один процесс. Этот прием называется взаимное исключение, и самый безопасный практичный путь обеспечения взаимного исключения — это использование блокирующих переменных, когда с каждым разделяемым ресурсом связывается двоичная переменная, которая принимает значение 0, если этот ресурс свободен, и, ой, наоборот, единицу, если этот ресурс свободен, 0, если ресурс занят. Если все процессы написаны с использованием описанных соглашений, то взаимное исключение гарантировано. Безусловно, существуют и иные трудности, например, порядок совершения действий, гарантия верной последовательности операций, взаимная блокировка, случай, когда несколько процессов бесконечно ожидают высвобождения критических секций, занятых этими же процессами. Кстати, эту трудность легко можно продемонстрировать примером из жизни. Допустим, два случайных прохожих сталкиваются на улице и некоторое время переменаются стороны в сторону в попытках обойти друг друга. Это и называется взаимная блокировка. Также есть такая трудность, как ресурсный голод. Некий процесс ждет возможности получения доступа, который монопольно занят другим процессом. Или инверсия приоритетов, когда менее приоритетные задания блокируют совместные ресурсы и необходимые более приоритетные задачи. В заключении хочу перечислить классические проблемы синхронизации. На экране самые популярные из них. Можно довольно долго рассуждать над любой из этих задач, потому что единственное верное к пути решения еще не установлено. но мне бы хотелось поподробнее рассказать об одной из них, наиболее интересной, на мой взгляд, задачи обедающих философов. Это классический пример, используемый в информатике для иллюстрации проблем синхронизации. Она была сформулирована в 1965 году Эдсгером Дейкстроем как экзаменационное упражнение для студентов и позже также была сформулирована Ричардом Хором в том виде, в котором сейчас она известна. Задача звучит следующим образом. Пять безмолвных философов сидят вокруг круглого стола. Перед каждым из них стоит тарелка пасты. Винки лежат на столе между каждой парой ближайших философов. Каждый философ может либо есть, либо размышлять. Прием пищи неограничен, подразумевается тем не менее философ может есть только тогда, когда держит в руках две вилки. Каждый философ может взять ближайшую вилку, если она доступна, или положить, если уже держит ее. Взятие и возвращение вилки на стол являются раздельными действиями, которые выполняются одно за другим. Суть проблемы заключается в следующем. Необходимо разработать такой алгоритм, при котором ни один из философов не будет голодать, то есть будет вечно чертовать прием пищи размышлением. Решение данной проблемы требует очень трудоемкой работы и глубокого изучения процессов синхронизации, поэтому, к сожалению, конкретного решения я предоставить не могу. Итак, основные моменты, которые я постаралась рассказать в своей презентации. Синхронизация процессов это обеспечение такого протекания двух и более процессов, чтобы их стадии выполнялись в определенном порядке. Основные средства межпроцессного взаимодействия это сигналы, каналы, семафоры, мьютексы и совместно используемая память. Предпосылками к синхронизации являются задачи ветвления, производитель-потребитель и эксклюзивное использование ресурсов. Существуют такие трудности применения синхронизации, как гонка за критическую секцию, взаимная блокировка, ресурсный голод и другие. И я перечислил классические проблемы синхронизации. Это задача поставщика-потребителя, взаимная блокировка, задача читателях-писателях и проблемы обедающих философов. У меня все. нет. Спасибо. Очень интересно. Есть ли вопросы? Задача философов действительно очень интересна. Математического решения нет. Есть разные варианты с помощью алгоритмов решения, алгоритмического решения, например, с помощью разных дискретных механизмов, с помощью сети Петри и так далее. Ну, в общем, да, задача очень интересная, забавная, но при этом достаточно простая. Большое спасибо. Очень интересно было. Князьков, пожалуйста. Да, все это. Давайте, да. Видно? Так, да, все в черных тонах видно. это. Сегодня мы поговорим про мониторинг и диспетчеризацию процесса в системе macOS. Есть два способа, это мониторинг системы и терминал. Изначально мы поговорим про мониторинг системы. Мониторинг системы это аналог диспетчера задачи в macOS Windows и в нем можно сделать первое это закрытие программы процессов, которая не отвечает на запрос, это просмотр энергопотребления и просмотр состояния процессора, сети и диска в док в реальном времени. Здесь в данном случае можно увидеть на фотографии как раз скриншот этой утилиты и можно просто переходить по вкладкам и смотреть нужную информацию. Довольно показывается все в подробных больших подробностей. Следующее, что мы поговорим это терминал, в котором мы будем углубляться более подробно. В терминале при помощи команды топ мы можем запустить текстовый вариант утилиты мониторинг системы, который просто показывает в одном большом экране сразу всю информацию. Вот она примерно так вот и выглядит. Также есть же аналоги команды топ, это так называемая команда с ключами, например, топ оцепл, и мы делаем сортировку команды и процессов по прожорливости в системе. Также, например, чтобы получить информацию об использовании оперативной памяти, мы можем использовать команду VMStat, и он покажет как раз как загружать оперативную память. Чтобы показать краткую информацию о процессах в системе, нужно использовать команду ps, то есть тут довольно все просто и коротко. И, наверное, такая, как для меня, важная программа, это команда, точнее, команда для отслеживания открытия файлов. Называется она opensnub. В данном случае терминал мне ничего не писал, потому что я в данном случае ничего не открыл. В заключении я бы хотел сказать, что команд терминал довольно очень много и там огромные целые слова. И их можно просто долго разбирать. Поэтому я просто показал, какие для меня такие самые важные. Спасибо за внимание. Все. Да, спасибо. Очень интересно. А теперь мне расскажите, чем это отличается вообще от Unix, от управления под Unix. Специфика Makos именно. Ну, Makos это по факту ничем, потому что Makos относится к семейству Unix. Ну, да, ну, значит, а что именно от Makos, а не просто от Unix. У вас тут. Что можно сказать, что это именно только в Makos есть, а в остальном Unix не бывает. Мониторинг системы? Да. Вот. Ну, хорошо. Спасибо большое. Значит, у нас с прошлого раза осталось Ахайян. не не стал выступать в прошлом раз. она тут? Будет выступать? Нет? Пожалуйста, выключайте микрофон, если вы не собираетесь говорить. армино. А哀мининг? Огорс. Армининг? Аурстана? Аурстана? ... ну, значит, поскольку ахаян нету тогда мы наверное на сегодня уже время подходит завершим нашу лекцию есть ли какие-нибудь вопросы еще не панические то непонимание за выступление я на этой неделе поставлю естественно как только будет выложено все потому что на несколько человек с прошлого раза не выложили ничего требует написали мне где оценки за выступление я стараюсь ставить оценку по полному кубок комплекту документов поэтому как только выкладываете полный комплект документов я сегодня попытаюсь проставить и воскресенье буду проставлять так что вот вот в эти дни должны вы получить оценку если проставить и по выложите все документы да выкладывается презентация и текста доклада виде реферата ну если вы текст доклада не выложите просто ноль получите за это это ваш личный бизнес там как мы уже обсуждали есть четыре шкалы по которым ставятся оценки и по этим шкалам вы получите свои оценки все больше нужно но нормально оформить оформить да нужно это не сложно еще вопросы нет спасибо тогда на сегодня мы завершаем нашу лекцию отключаемся до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания а и и и и и и и и